Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим на тему ошибок в подростковом гардеробе. Это очень важные такие детали, моментики, которые мешают чаще всего подросткам собрать работающий гардероб, потому что, вы знаете, подростки делают много экспериментов в одежде и так далее. В общем, я уже снимала когда-то видео на тему модных ошибок в подростковом гардеробе, оставлю вам эту часть видео по ссылке в описании. Сегодня тоже сделала для вас подборку, и если вам интересно, то оставайтесь и поехали. Не забывайте заглядывать ко мне в инстаграм, вы очень многое выпускаете, если вас там еще нет. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Все, давайте начнем. Первая ошибка, которую чаще всего совершают подростки, когда собирают свой гардероб, или вообще, если говорить про одежду, это, конечно же, невнимание к деталям. Что значит невнимание к деталям? Не обращать внимания на качество одежды, на ткань, на материалы, из которых эта одежда производится, на посадку, естественно, на какие-то торчащие ниточки и так далее. То есть, в общем, в целом на аккуратность этой вещи и на ее качество. Я сама по себе знаю, когда я была подростком, я вообще не обращала внимания на то, из чего эта вещь, из какой она синтетики, из натуральной ткани, какой там состав, есть ли там шерсть. Не знаю, если я покупала пальто, я даже не обращала внимания на состав. Есть ли там натуральные материалы в виде шерсти, насколько пальто состоит из шерсти и так далее. Я могла взять полностью полиэстровую вещь, и мне было абсолютно все равно, а потом эта вещь приходила, соответственно, в негодность очень быстро. Так вот, почему многие подростки совершают эту ошибку? Поскольку, когда мы находимся в таком возрасте, нам хочется больше одежды, больше экспериментов, поэтому мы покупаем все, что захотим, не обращая внимания на качественность этой одежды. И мне бы очень хотелось, чтобы вы уже даже, если вам, не знаю, 12-13 лет, начинали обращать внимание на такие вещи. Потому что, если вы начнете это делать, вещи будут служить вам намного-намного дольше и будут работать в вашем гардеробе всегда, потому что они не будут приходить в негодность, они будут всегда классно сидеть, у них будет хороший состав, хорошее качество и так далее. Поэтому обязательно обращайте внимание на такие детали даже в подростковом возрасте. Следующая ошибка – это делить гардероб на секции. Что это значит? Когда вы делите ваш гардероб на условные такие категории, например, это у нас для праздников, это у нас для школы, это у нас там, не знаю, для выступлений, не знаю, для прогулок с друзьями и так далее. Вообще, делить гардероб на секции не самая лучшая затея в любом возрасте. Почему? Потому что тогда ваш гардероб перестает работать. И вы все время думаете о том, что же вам надеть, потому что вы уже поделили условно гардероб для, не знаю, для выходов, для школы, для дней рождения и так далее. И постоянно не берете эти вещи, потому что подразумеваете, что это вещь для какого-то конкретного случая. В вашем гардеробе не должно быть вещей для какого-то конкретного случая. Ваш гардероб должен полностью работать для любого дня вашей жизни. То есть он должен работать и для школы, и для прогулок с друзьями, и для выходов там каких-нибудь, не знаю, на мероприятия, на дни рождения и все в таком духе. То есть для праздников. Гардероб должен работать для всех случаев. То есть у вас должна быть возможность взять любую вещь из вашего гардероба и интегрировать ее для какого угодно случая. Это очень важно, потому что я сама, когда была подростком, я делила свои платьишки на различные секции и категории. И в итоге эти платья никогда не носила. Следующая ошибка это быть привязанным к цветовым стереотипам. Что это значит? Нам в детстве всегда говорят, что девочки должны носить розовое, мальчики должны носить голубое. И вот эта установка в нашей голове задерживается на очень долго. И потом, когда мы выбираем себе одежду, особенно в подростковом возрасте, когда мы обращаем внимание на мнение окружающих. И потом, когда мы выбираем себе одежду, мы постоянно ориентируемся на вот эти вот установки. Если вот говорить именно про розовый, про голубой, это просто самая часто встречаемая установка в наших головах. Я вам рекомендовала все это отбросить. Все стереотипы, особенно связанные с цветом. Потому что и мальчики, и девочки могут носить как розовый, так и голубой. Неважно вообще, какой у вас пол, к какому вы себя причисляете. Потому что цвет это не что-то гендерное. Цвет не имеет никакого гендера, как и макияж и все остальное. Поэтому вот от таких стереотипов я вам советую избавляться как можно раньше. Если, например, вы девочка, и вы не хотите носить розовый какой-нибудь конфетный, зефирный цвет на себе. Вы можете носить спокойно черный, синий, голубой, какой вы только захотите. Все зависит от того, как вы себя ощущаете. И когда вы выбираете себе одежду, она должна подходить к вашему внутреннему состоянию. Поэтому ориентироваться на какие-то общепринятые стереотипы не стоит. Тем более в выборе одежды. Следующая ошибка, скорее, ошибка не детей и подростков, а их родителей. Покупать вещи в магазинах подростковой детской одежды. Вы все знаете эти магазины. Вот прям есть такие бренды, которые специализируются именно на одежде для подростков. Чаще всего там всегда вещи максимально неактуальные. И такие более, что ли, вообще детские-детские. Когда вам уже 15, эти вещи носить странновато. Это ошибка, скорее, родителей, потому что подростков можно одевать в целом точно так же, как одеваются взрослые. По таким же точно тенденциям. И это будет даже лучше и гармоничнее выглядеть, потому что всегда видно, когда ребенка одевали вот именно в магазине такой подростковой детской одежды. Когда ребенка одели просто, допустим, в масс-маркете. Вот всегда видно отличие. Потому что другие абсолютно фасоны, другие цвета, какие-то более милые детские расцветки одежды. И вот это все очень странно, на мой взгляд, выглядит особенно на девочках-подростках, там, лет 15-16. Потому что в такое время уже можно и нужно одеваться в обычных магазинах, где одеваются и, так скажем, взрослые люди. Хотя вообще привязку к возрасту я никак не поощряю. Мы об этом тоже сейчас с вами поговорим. Но это одна из ошибок, которая портит гардероб как девочек-подростков, так и мальчиков. Следующая ошибка – это полное подражание стилю какого-либо человека. Очень круто, если вы смотрите на стиль кого-то, берете какие-то фишечки себе, особенно там на Пинтересте или в Инстаграме, подписаны на каких-нибудь фэшн-блогеров, стиль которых вам нравится. Так вы развиваете свою насмотренность. Это классно, это в итоге. Это в итоге очень вам поможет с вашим стилем, потому что вы будете смотреть на вещи и понимать, какая из них стильная, какая нестильная, какая актуальная, какая нет. Потому что у вас уже будет выработана насмотренность. Но полное подражание стилю кого-то никогда не приводит ни к чему хорошему, потому что, по сути, вы копируете стиль, но ничего нового своего туда не привносите. И, соответственно, вы ваш вкус не развиваете. Очень важно брать какие-то фишки, вещи из стиля человека, например, который вам нравится, и добавлять что-то свое. Вот то, что вам по душе конкретно, то, что вам подходит. И как-то это интерпретировать по-своему. Это очень важно, потому что таким образом вы научитесь составлять образы и вносить какое-то разнообразие в свой гардероб. Вот это вот одна из самых важных вещей, потому что я знаю по себе, что в подростковом возрасте хочется вот просто все брать, все, что вы только видите, и точно так же делать. Ну, у меня, по крайней мере, так было. Я брала стиль кого-то человека и полностью его копировала, что на самом-то деле не очень мне, возможно, подходило. Я это просто тогда не понимала, но, так или иначе, потом я начала брать стиль и интерпретировать его по-своему. И вам рекомендую то же самое делать. Следующая ошибка – это привязка к возрасту. Многие думают, что, например, если девушке 50 лет, значит, она не может носить какие-то типа джинсовки, косухи, не знаю, там, мини-юбки и так далее. Также многие подростки думают, что если, например, тебе 15-16, ты не можешь носить какие-нибудь жакеты, брюки, это все слишком по-взрослому выглядит. На самом-то деле это не так. И одежда возраста не имеет. Как и, я не знаю, макияж, маникюр, прически и все остальное. То есть здесь на самом-то деле очень мало ограничений. Например, в школу, естественно, вы не можете прийти в каком-то вульгарном луке, в облегающем мини-платье и так далее. Потому что для школы это неуместно. И вот я бы рекомендовала подросткам просто подбирать образы по ситуации, чтобы это было уместно в данной конкретной ситуации. Например, если в вашей школе официальный деловой стиль, это не значит, что вы должны ходить в какой-то постоянно одной и той же юбке солнышка и рубашечке приталенной, как в первом классе. Вы можете ходить и в жакетах, и в жилетах, например, вот в таком, как у меня. То есть использовать вообще все базовые тренды, которые сейчас существуют, и укороченные жакеты, и все в таком духе. И не важно абсолютно, сколько вам лет. Вот эта привязка к возрасту меня вообще всегда абсолютно вымораживала на самом деле. Потому что, например, ты там девочка 15 лет, почему ты не можешь носить какой-нибудь классический костюм? Почему это сразу воспринимается как что-то очень взрослое? На самом деле это не так. Я вам рекомендую вот от таких стереотипов тоже избавляться. Следующая ошибка подростков при выборе своего гардероба. Подростки часто не ориентируются на свой образ жизни. То есть вы видите какие-то тренды в Инстаграме, на Пинтересте или еще где-то. И просто эти тренды покупаете, потому что они вам нравятся, вы знаете, что это модно. Но когда вы выбираете гардероб, очень важно ориентироваться именно на ваш образ жизни. Например, если вы ходите каждый день в школу, допустим, это занимает большую часть вашей жизни, большую часть вашего времени. Естественно, какие-то прозрачные кофточки из Инстаграма в вашем гардеробе работать не будут. Потому что в школу вы их носить не сможете. А из-за того, что вы ходите в школу практически каждый день, это занимает всю вашу жизнь. И там есть какой-то определенный дресс-код и стиль. Нужно подбирать вещи, которые вы сможете носить каждый день в школу, например. Потому что это будет логично, это будет практично, это будет работать в вашем гардеробе. И действительно многие подростки не ориентируются на это. Например, вот у меня сестра, подросток, да. У нее есть там какой-то набор гардероба, есть какие-то вещи, которые, например, в школу она носить не может. И выясняется, что в итоге она их никогда не носит. Потому что, в принципе, она ходит только в школу. И потом куда-то гулять, тусить с друзьями у нее нет времени, потому что еще какая-нибудь там секция, урок или еще что-то. Там домашка. И получается так, что ваши вещи, которые вы накупили там по трендам Инстаграма и Пинтереста, просто лежат. И надеть вы их никуда не можете, потому что к вашему образу жизни это не совсем подходит. И вот это тоже одно из важных правил, которые я вам советую учитывать. Ну и последняя ошибка, она по большей части, скорее всего, наверное, про девочек, подростков. Это нижнее белье. Нижнее белье должно быть удобным. Должно на вас хорошо сидеть. Оно не должно просвечиваться как-то через вашу одежду. То есть нижнее белье это такая же часть нашего стиля, как и одежда, как и прическа, и макияж, и маникюр, и украшения. Нижнее белье должно вам подходить на 100%. Многие девочки вообще на это забивают. Я на это в школе забивала. Мне было абсолютно все равно, какие, не знаю, там, условно, трусы мне купит моя бабушка. Будут ли они подходить под мою одежду? Не будут ли они просвечивать и торчать из-под брюк? То есть вот это мне было абсолютно неважно. Поэтому я вам рекомендую, наверное, даже взять на себя такую ответственную задачу и подбирать себе нижнее белье. Потому что только вы знаете, какое для вас будет лучшее. И, естественно, подбирать его и под вашу одежду. Чтобы оно было уместным, чтобы оно не просвечивалось, чтобы оно было удобным и комфортным. В общем-то, на этом все. Это была моя такая небольшая подборка модных ошибочек в подростковом гардеробе. Если это было для вас полезно, обязательно поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока!